В декабре 2016 года отмечает 20-летний юбилей уникальная социальная структура, аналогов которой в нашей стране нет. Специализированный дом-ветеран Магнитогорского городского благотворительного общественного фонда «Металлург». Сегодня здесь проживает 135 человек золотого возраста. Это одинокие пенсионеры, для которых сотрудники дома-ветеран стали самыми близкими и родными людьми. Продолжит Юлия Никифорова. История создания специализированного дома-ветеран Магнитогорского городского благотворительного общественного фонда «Металлург» уходит своими корнями в 1988 год, когда директором Магнитогорского металлургического комбината Иваном Харитоновичем Армазаном была организована служба социальной помощи одиноким ветеранам предприятия. Возглавлял эту работу, а в дальнейшем занялся созданием специализированного дома для одиноких пенсионеров талантливый руководитель и хозяйственник Валентин Владимирцев. У Валентина Александровича и его помощников получилось воплотить в жизнь социальное начинание, аналогов которому в нашей стране не появилось до сих пор. Главным благотворителем специализированного дома-ветеран, начиная с его организации и по сей день, выступает Магнитогорский металлургический комбинат. В доме 131 однокомнатная квартира. На первом этаже расположены прачечная, библиотека, круглосуточно дежурит диспетчер, работают электрик, сантехник, особая забота коллектива дома, организация медицинского обслуживания жителей. У нас есть фельдшер, который обслуживает жителей дома, постоянно находится здесь в течение дня. Мы также вывозим наших жителей на автобусе в медицинские учреждения города. То есть везде их сопровождаем, то есть полностью-полностью не оставляем без внимания. У меня астма, у меня заболеваний полно, и сердце жила на первом этаже. Пока скорую позовешь, пока приедут. А здесь прям все под рукой. И увезут, и без очереди проведут в каждый кабинет. И здесь медсестра целыми днями в любое время позвонили и придут, помогут нам. Средний возраст жителей дома «Ветеран» составляет около 85 лет. Люди здесь живут намного дольше, чем среднестатистические россияне. В настоящее время в доме проживают 16 человек, переваливших 90-летний рубеж. Самой старшей жительнице дома Вере Даниловне Козловой – 98 лет. В доме «Ветеран» живет участница Великой Отечественной войны Валентина Пантелеймоновна Мешкова. Недавно ей исполнилось 94. Самым молодым жителям дома – около 70 лет. Забота благотворителей, комфортные условия жизни и радость общения – все то, ради чего и создан был два десятилетия назад дом «Ветеран», действительно дарят его жителям новые жизненные силы. Поющие жители дома выступают в местном хоре «Надежда». В честь 20-летия дома «Ветеран» был организован праздничный концерт. Сотрудники и жители получали поздравления и подарки. Мне поручено передать вам искренние слова поздравления с юбилеем от администрации нашего предприятия, от администрации Открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат», от генерального директора ММК Павла Владимировича Шиляева, от председателя совета директоров ММК Виктора Флитовича Крашникова. Я искренне поздравляю вас с этим прекрасным событием, с юбилеем. Отправление фонда «Металлург» от комбината мы купили вам снегоуборочную машину для того, чтобы холодная зима, снежная зима, но это не для нас. Сегодня мы видим, что ухоженная территория, снегоуборочная машина работает. Это вот подарок от комбината, от фонда «Дома ветеран». Остается добавить, что за 20 лет работы специализированный «Дома ветеран» Магнитогорского городского благотворительного общественного фонда «Металлург» трижды становился обладателем президентских грантов за победы во всероссийских конкурсах социально значимых проектов. Юлия Никифорова, Владислав Гусев, Владимир Ровенский, телекомпания «ЦВН».